Приветствую вас! И первое, о чем хочется сказать, это то, что нужно понять, почему мужчина никогда не признает своей вины. Это гордый человек, может быть, излично самоуверенный, который считает себя всегда правым. И если он признает, что он не прав, а вы, женщина правая, то это будет очень сильный удар по его гордости, по самолюбию, по самооценке и так далее, что для него является неприятным. Соответственно, если он вас любит или, как он говорит, вас любит, то возникает конфликт интересов. Ведь если он вас любит, то он должен вам наступить. А если он вас не любит, то он будет всегда оставить свои правоты, даже если это не так. И вам необходимо поставить его, по сути дела, перед выбором. Либо он желает сохранить ваши отношения, то есть представая их ценность более высокую, чем ценность своей правоты, а дает им приоритет. И ради вас, ради ваших отношений, ради того, чтобы быть с вами, все-таки идет на уступки. Либо он на уступки не идет. Ага, значит, остается больше ваше мнение, но теряет вас. Именно перед таким выбором нужно его поставить. И быстро же сам решает, как он будет поступать. А вам нужно само для себя, вместе с этим, параллельно, тоже отвечать на вопрос. Вам нравится, что молодой человек не признает своей вины? Видимо, нет, раз вы пришли к нам на царь. Если вам не нравится, значит, что вы можете сделать? Изменить его вряд ли вы сможете, потому что, ну, люди редко меняются. Значит, что вы можете сделать? Можете только показать ему, что это вредит вашим отношениям. А как вы можете показать? Только сказав ему, что вы уйдете. То есть, если молодой человек будет откровенно обвинять вас в том, в чем вы не виноваты, то вы, соответственно, такое отношение, поведение терпеть не будете. И, как бы, оставите его со своим упрямством, со своей самоуверенностью в одиночестве. И своим поведением вам это нужно будет ему показать. Действительно, серьезно намереннее так сделать. Пусть он испугается. Пусть он действительно осознает, что может вас потерять. Но тогда он примет решение относительно того, как он будет себя в дальнейшем внести. И от его решения будет зависеть ваши отношения. Если он действительно вас любит, он начнет уступать. Если нет, значит, обвинит вас. Скажет, что вы во всем виноваты. И, в общем-то, все останется так же, как и было раньше. Только теперь вы будете знать, что мужчины к вам относятся не так истинные, как вы. То есть, вы готовы уступать, а он нет. Ну, значит, эти отношения ничего хорошего вам, к сожалению, не принесут. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Я буду благодарен. Пока. Желаю вам удачи. Желаю вам всего доброго. И желаю вам принять верное решение относительно своей жизни.